Здравствуйте, меня зовут Гридин Виталий, я из группы B21513. Тема моего проекта это разработка мобильного приложения «Будильник для Android». Актуальность проекта обусловлена количеством мобильных устройств. Действительно, практически каждый сегодня имеет смартфон, ежедневно пользуется каким-либо приложением. Кроме того, более 70% всех устройств работают на Android. Это не только смартфоны, но это также и смарт-часы, и некоторые колонки. Именно поэтому тема актуальна. Цель проекта вытекает из актуальности. Создание собственного бутильника под Android, пусть даже обладающего скромными по сравнению с готовыми существующими бутильниками, функционалом позволяет оценить сложность разработки подобного рода приложений. А также позволяет получить навыки в данной сфере. Передо мной стояло 5 задач. Первая – это выбор средств разработки для Android. Я думаю, сейчас Android Studio является наиболее удобной средой разработки под Android. Это интегрированная среда разработки с платформой Android. А также язык программирования Kotlin. Это универсальный язык. Его можно использовать для создания мобильных, серверных и веб-приложений. Благодаря механизмам совместного использования на языке Kotlin возможно создание кросс-платформенных приложений. А это уже затрагивает и в том числе, например, разработку на iOS. Поэтому Kotlin – выигрышный язык программирования. Также он имеет несколько преимуществ над языком Java, поскольку он новее. Например, в Kotlin есть лямбда-выражения или строковые шаблоны, которых нет в языке Java. Также задача была создание простейших приложений для того, чтобы потренироваться перед реализацией конечного проекта. Также выбор способа реализации. Действительно, например, будильник можно было реализовать по-разному. Можно было привязать звук к уведомлению, а можно было создать всплывающее окно. Я, например, выбрал создавать всплывающее окно. Давайте теперь посмотрим немного на код. Первое событие – это сплэш-скрин. После включения приложения воспроизводится сплэш-скрин, который горит несколько секунд, и далее нас перекидывает в главное событие. Собственно, в главном событии обрабатывается нажатие на кнопку, после которого считывается информация, которая была введена в поле времени. После ввода в поле времени отправляется сигнал, после которого воспроизводится собственно гиф-изображение и звук. Результатом проекта стала реализация будильника. Однако, возможно, некоторые улучшения существующего будильника. Например, можно внедрить выбор нескольких мелодий. Вот ссылка на реализацию проекта. Далее я вставлю видео с работой моего будильника. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...